Лидера стачкома МТЗ, члена президиума так называемого Координационного Совета Сергея Дылевского, не увольняли за прогулы или по политическим причинам. Он ушел по собственному желанию, прежде проконсультировавшись со своим юристом. Об этом журналистам ЭТН рассказали на предприятии. Более того, там опровергли информацию якобы угроза в адрес родителей Дылевского. В субботу утром Сергей мне позвонил на телефон, сказал, я принял решение, если вы разрешите, мне уволиться по соглашению сторон. Я сказал, это ваше право, увольняйтесь, подойдете в отдел кадров, вам оформят документы. Итог вы, наверное, все видели по сетям, и очень неприятно мне слушать то. Родители как работали сегодня, так и работают. Мать Сергея работает одним из руководителем практически в том же цеху. В свое время она привела его за руку, потом Сергей был уволился, потом опять был принят. В течение года практически получил с третьего разряда шестой разряд термиста. И сегодня на его место, будем говорить, стоит очередь, и любой готов работать в этом цеху. Это один из лучших цехов. На все вопросы, которые Сергею задаешь, у него один ответ. Я не знаю, я посмотрю, я должен посоветоваться с адвокатом. То, что скажут, то я и буду делать. Тем временем после фейковых заявлений Далевского угрозы от неизвестных посыпались в адрес заместителя генерального директора МТЗ Андрея Суслинкова, а также его семьи. Правовую оценку действием отправителей сообщений дадут правоохранительные органы. Вчера практически мой телефон был заблокирован анонимными звонками или звонками каких-то из-за рубежа. Поступали всевозможные смс-ки, угрозы. Сегодня меня уже выкинули во все сети, выложили мой адрес. Это нельзя так оставлять. И РУВД будет уже проводить материалы проверки по этому факту. Ну и второй вопрос. Вы знаете, что я слово свое держу и сказал родители будут работать, они будут работать. А вот если Суслинков уволится или его уволят, неизвестно, кто будет держать слово и будут работать родители. Добавлю, МТЗ работает в штатном режиме. Спасибо.